привет вас тут мой один хороший знакомый такой политолог эксперт политических событий написал на фейсбуке можно сказать статью где обсудил такой очень интересный важный вопрос который на сегодняшний момент действительно любят обсуждать и в украине в россии и и только почему жители россии ну грубо говоря не вышли на революцию почему они терпят этого пути тем более что вы сами понимаете что мобилизацию напугало всех и вряд ли я думаю там есть такое желание тюмер мало того даже те вопросы которые попадают вы же сами понимаете видно что желающих воевать вообще воевать очень мало а реально еще меньше и получается люди терпят этого путина и не выходят на революцию почему а я вам скажу свое мнение там ну вот этот эксперт но он высказал такое мнение довольно как бы тривиальное что мол жители россии не имеют революционного духа что они очень пассивны и тогда что вот я с этим не совсем согласен поймите жители любой страны пассивный не имеют революционного духа вот делать такое знаете типа вот украинцы революционные а жители россии не революционные это неправильно я считаю вот это делить людей по так сказать революционному духу нет я скажу с более практической точки зрения то что была любая революция майдан как хотите можно назвать революция майдан переворот как вам нравится как ее называть сервит революция нужны спонс революция очень дорога очень дорога но перед смотрите надо заплатить участникам бесплатно знаете мы бесплатно не поем плюс если это действительно напряжена ситуация охране это очень дорога они очень много но и шерсткой головы плюс средства массой информации это тоже ну и сама организация поймите там надо подкупать и полицию всех и ты станут такая игрушка не дешевая и по этой причине да 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 действительно чтобы сделать но революцию в россии надо большие деньги нужен спонсор или спонсоры но и какая ситуация люди же не просто так делают революцию спонсируют революцию что ненормально а и спонсируют когда в этом и не видят экономическую выгоду они бывают так вот смотрите майдан скинем и янкович поделим имущество есть четкое понимание вот если в россии будет такое четкое понимание чтобы не делить и как спонсоры появятся не я не шучу причем манамер вопрос что это со спонсорами давайте лучше не трогать договорились потому что это просто шатко искать ну как же когда это 10 денег человек инвестирует деньги революции потом на этом отбивают это факт и тут действительно ситуация если будет спонсор революция революция не будет понимаете давайте не путать бунт и революция революция когда действительно организован тело потом соответственно перетасовка власти и делюж это революция бунт но плачу бунт когда захватили грабы по большому счету гражданская война это бунт это бунт потому что помните там все помните знаменитые зречения белые пришли и грабят красный пришел и грабят да да вот это будет это будет самое страшное вот это да тут спонсоров нет сразу бунт или нет там нельзя понять кто куда тем более чтобы правильно поняли в истории таких бунтов было довольно много это самая опасная вещь да самое опасное вот это не дай боже россии будет хотя такой ли существует революция это вот пришли повыступали поменяли президента премьера кого-то еще переделили имущество и все довольно так что такая ситуация обычно скажу вот как вы считаете что нужно сделать так чтобы в россии была революция и на смену путина прошло прогрессивное демократическое руководство она напишите почитает ну а пока что конечно до свидания все на лучше так не забудьте лайки и дизлайки ну и все остальное и наверно уже так это знаете пока